МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шадипова. За укреплением мира и согласия Муфтию Республики вручили благодарственное письмо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители Ленинкента пытаются вернуть участок для школы, но есть подводные камни. Об этом через несколько минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Балхарская керамика, дербинские ковры, кайтакская вышивка, центр народных промыслов в Махачкале собрал изделия лучших мастеров Дагестана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муфтию Дагестана шейху Ахмаду Афанди вручили благодарственное письмо. Его направил первый заместитель председателя Госдумы Федерального собрания Иван Мельников. В руководстве страны отметили весомый вклад Муфтия в укрепление мира и межконфессионального согласия в России. Памятный подарок и благодарность передал духовному лидеру депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев. Муфтия Республики шейх Ахмад Афанди выразил признательность за оказанное внимание и подчеркнул значимость тесного сотрудничества духовенства и органов власти во благо жителей региона. В Кизылюртовском районе полицейский вытащил двух мужчин из горящего автомобиля. Авария произошла на 775-м километре автодороги Кавказ. Столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего одна из машин загорелась. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Абдулбасыр Чинчаров стал случайным очевидцем ДТП на федеральной трассе. На удачу пострадавших работник МВД возвращался после службы домой. Увидев горящую машину, Абдулбасыр, не раздумывая, подбежал к автомобилю, чтобы вызволить людей. Я остановил машину, подбежал, начал дергать дверь, но она была закрыта. Поломал это стекло водительской стороны, потому что пассажирская сторона горела, я не мог туда подойти. Однако в машине оставался еще один человек. На тот момент огонь уже перекинулся на его одежду. Пассажир горел, левая сторона. Я ему сказал, подай руку. Он подал руку мне, я его так вытащил. Полицейский стал спасателем, вытащил людей из огня. Экстренные службы доставили водителей и пассажиров в больницу. Ехавший в машине Даниил Дибиров уже находится дома. Приличной встрече он выразил огромную благодарность своему спасителю. В палате проснулся, мне уже рассказывают люди, в аварию попал. Единственный человек, кто там помог нам, вытащил нас. Все когда стояли, смотрели, ну испугались, наверное, там же, как машина горит. Я не знаю, если бы на тот момент вас там не было, чтобы там, скорее всего, сгорел бы я, наверное, там. По словам медиков, второй пациент, получивший множественные травмы, уже идет на поправку. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Кизилюртовский район. Дагестанский завод КЭМС выделил 100 миллионов рублей на строительство цеха по сборке самолетов в республике. Об этом сообщили в пресс-службе завода. По данным пресс-службы, площадь нового объекта займет 10 тысяч квадратных метров. На территории займутся строительством легкомоторных самолетов в мае 411. Предприятие отмечает, что возведение трехэтажного здания цеха было произведено в рекордные сроки и полностью за счет собственных средств. Школа Дагестана оштрафована на 4 миллиона рублей за нарушение санитарных норм. По результатам проверок Роспотребнадзора республики, около 60% пищеблоков расположены в неприспособленных зданиях и не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. В 56 учебных заведениях выявили нехватку холодильников, а в 137 школах нет локальной вытяжной вентиляции. Проверка показала и отсутствие рукомойников в буфетах. За выявленные нарушения составлены протоколы на общую сумму 4 миллиона рублей. Жители Ленинкента требуют построить им школу. Все учебные заведения в поселке переполнены. 10-тысячный, 4-й микрорайон нуждается в дополнительном учебном заведении. Земля, зарезервированная под эти цели, имеется, но на участок постоянно находятся претенденты. В проблеме пыталась разобраться моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Сложные положения у нас очень. Обратите внимание. Прошу вас. Прошу умолять. Ради Аллаха я вас прошу. Жители поселка уже в отчаянии. Устали ждать, говорят они. Ситуация здесь непростая и решить ее не удается вот уже четвертые годы. В микрорайоне проживает более 10 тысяч человек, а детям не хватает школьных мест, чтобы все могли получать знания, не выезжая в столицу. Я как доктор курирую вторую школу. Там в прошлом году было 7 первых классов, на сегодняшний день там 13 первых классов. Очень много населения, она растет и две школы. Соответственно, места не хватает. В поселке есть две школы, но они переполнены. В каждом классе учатся по 35 человек, поэтому детям приходится возить в Махачкалу на собственном транспорте, так как маршрутки все бывают переполнены. Некоторым приходится на своей машине возить в город, а у каждого таких условий нет. Кроме того, микрорайон отделяет от основной части поселка центральная скоростная дорога. И чтобы добраться до школы, дети вынуждены переходить эту дорогу, что небезопасно. Только за январь здесь было совершено 4 наезда на пешеходов. Для того, чтобы все дети школьного возраста могли обучаться, не выезжая из поселка, необходима дополнительная школа, считают активисты. Земля под ее строительство была определена еще в 2017 году. За эти три года участок стал намного меньше. Вот мы вам даем землю, которую удержали 3 года, воюя с этими чиновниками. Давайте же, построите нам школу, она нам очень нужна. Они никак не хотят, чтобы этот участок оставили. Они хотят ее распродать, чтобы наши дети стали грамотными. Они образованы, они не хотят. Факты незаконной приватизации этих земель подтверждает и мэрия Махачкалы. Сейчас власти планируют аннулировать решение и вернуть земли под строительство школы. Выяснилось, что на 7 участков зарегистрированы права частой собственности неустановленных лиц, которых мы сейчас уже устанавливаем. И в ближайшее время соответствующие материалы будут направлены в судебные органы для снятия с учета этих участков. После возврата земель отмечают в мэрии столицы и будет запланировано строительство школы. Работа по включению объекта в республиканскую инвестиционную программу уже проводится. А местные жители, в свою очередь, выражают надежду, что им не придется ждать обещанного еще 3 года. На махачкала! По тематам Ханнапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. А жители Махачкалы по улице Сарихова опасаются очередного обвала дороги. Ремонтные работы по укреплению дорожного полотна планировали завершить еще в декабре 2019 года. Однако строительство было выполнено не в полном объеме, а сроки реализации отложены на неопределенное время. Работу должно было провести учреждение Махачкала-1, однако мониторинг, проведенный активистами ОНФ, выявил, что подобная стена так и не была построена. Здесь произошел обвал дорожного полотна по вине подрядной организации, которую контролировал УЖКХ. Они мне обещали, что здесь постараются мне помочь и возвести несущую стену. Несущая стена, в принципе, не для меня, а для городской дороги они должны были делать. Работники администрации, главы и правительства республики сегодня прошли вакцинацию. Первым к процессу вакцинации присоединился и главный архитектор республики Низир Гусейнов. По его словам, все прошло как при обычной вакцинации от гриппа и сомневаться в действенности вакцины не стоит. Если человек чувствует, что вокруг себя есть люди, которых он ценит и уважает, мне кажется, нужно делать вакцину и быть спокойным. И вообще, когда-то мы должны эту больницу перебороть. Так жить же тоже нельзя. И мы каждый должен вносить свою какую-то лепту. Массовая вакцинация набирает обороты. Число желающих привиться растет. Всего в этом году в Дагестане планируется иммунизировать 60% населения. Вакцинации, прежде всего, подлежат медицинские и социальные работники, педагоги, дети и люди с хроническими заболеваниями. По словам работников администрации, главы и правительства, вакцина является единственным способом справиться с пандемией. Предложи вакцину тем, кто сейчас лежат в тяжелом состоянии в больницах. Я не думаю, что они бы выбирали до того оказаться в больнице или все-таки получить вакцину. Это здесь реально сейчас стоит вопрос так. Вакцинируй, если хочешь жить. Накануне в городах и районах Дагестана состоялся первый этап конкурса по книге «Основы религии и жизнеписания пророка Мухаммада. Мир ему и благословение». В ней приняли участие тысячи людей. Больше всего конкурсантов собралось в центральной джума-мечети Махачкалы. Первый этап проходил в формате тестовых заданий, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Как отмечают организаторы, конкурс проводится в три этапа и не имеет возрастных ограничений. Подобное, на наш взгляд, будет способствовать формированию здорового, правильного воспитания молодежи, будет способствовать правильному отношению их к представителям других конфессий, других национальностей. «Мы пришли сюда с нашей семьей, двумя сыновьями, супруга и супруга на втором этаже. Старший сын еще занимается, не сдал. Средний мальчик уже написал, сдал. Мы готовились целый месяц». Результаты работ участников конкурса объявят на этой неделе на официальной странице Муфтиата в Инстаграме. Центр народных художественных промыслов – своего рода музей национального искусства. Ежегодно здесь проходит постоянно действующая выставка изделий лучших мастеров Дагестана. Совершенно бесплатно. В зале представлены унсу-кульские изделия, дербенские ковры, кайтакская вышивка, кубачинские серебряные украшения и болхарская керамика. Сотрудники музея поясняют, что из-за пандемии массовые культурные мероприятия сократились. Тем не менее, все желающие могут посетить индивидуальные мастер-классы по керамике, тем самым прикоснуться к искусству. Ученики, которые ко мне приходят, за три месяца могут научиться лепить все болхарские изделия, потому что за три месяца можно. А за один месяц можно именно вазочку. Вот в основном носик делать, каемочку делать, ручку делать тоже можно научиться, но вазу намного легче, чем носик лепить. За месяц, каждый день если ходить, и взрослые, и дети могут научиться делать вазу болхарскую. Туристы и гости республики могут приобрести в центре эксклюзивные сувениры ручной работы от лучших мастеров Дагестана по доступным ценам. Магомед Исмаилов и Владимир Минеев проведут еще один бой. Реванш между спортсменами пройдет в сентябре нынешнего года. Напомним, что в 2018 году их поединок закончился ничьей. В последние годы Магомед Исмаилов проводил бои в лиге ACA, а в 2020 промоушен признал его лучшим бойцом года. Сообщается, что дагестанский спортсмен получит за реванш 10 миллионов рублей. Это была последняя информация в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин